У государственной границы, соответственно, минимум задержаний, всего было три задержания, из них двое выдворены, один без штрафных санкций и один со штрафом. Вот по третьему фигуранту было возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Его судьбу будет определять суд. Не было нарушений со стороны грузинских полицейских, не было нарушений со стороны миссии наблюдателей Европейского Союза. На встрече я отметил, что, возможно, это случайность, но с приходом нового главы миссии, это Патриция Беттина Бугани, нарушения со стороны патруля миссии наших границ прекратились. Естественно, мы об этом говорили каждый раз, но на сей раз, я же говорю, с осторожным оптимизмом, можно сказать, что у нас минимум нарушений и практически нет нарушений со стороны миссии и со стороны полиции. Подтвержденные полеты беспилотных летательных аппаратов тоже всего один. Один подтвержденный полет, подтвержденный нами. Грузинская сторона говорит, что не может этого подтвердить, поскольку не наблюдала этот полет. При этом периодически с их стороны тоже бывает запрос на идентификацию беспилотных летательных аппаратов, но в этом случае несколько раз югостинская сторона давала ответ, что в соцсети грузинского сегмента как раз таки истрят фотографии с беспилотников, фотографии подчас приблизлежащих к государственной границе территории. То есть ясно отдает этот факт понять, что летают все-таки грузинские беспилотные летательные аппараты, несмотря на то, что нет подтверждений с грузинской стороны. По гуманитарным вопросам я бы хотел сказать, что ведется очень такая серьезная работа по обеспечению поливочной водой, по ирригационным каналам, которые у нас существуют. В этом году были небольшие технические проблемы, но в данный момент воду практически безостановочно получает Цинагарская зона. По Арцевскому каналу идет вода, это в принципе один и тот же канал, но до Цинагара он доходил очень редко. Вот последние, можно сказать, несколько дней вода идет безостановочно, поскольку наполнение канала хорошее и работают все технические сооружения, которые есть и на югостинской территории, и на грузинской территории в том числе. Это один из плюсов, которые мы можем констатировать, что есть взаимодействие с грузинской стороной. Грузинская сторона в этом вопросе идет нам навстречу. В принципе, сегодняшняя встреча была достаточно спокойная. У нас всегда бывают какие-то моменты, которые требуют очень живого обсуждения. Один из таких моментов – это обсуждение незаконного поста полиции, который до сих пор находится на югостинской территории. Но, как я уже говорил в предыдущих своих выступлениях, это требует очень серьезной, планомерной и кропотливой работы. Подчас это бывает очень нудная работа. Но хочу уверить всех, кто слушает, кто следит за нашей работой, что работа ведется, и в конце концов она закончится тем, что этот пост будет снят и выведен с югостинской территории.